Всем пока! Это был Илья Маликов из группировки Hard Enduro.ru Я встал и я ухожу Всем привет! С вами Данила Миронов из Hard Enduro.ru И это второй выпуск о ребилте мотоцикла Мы будем делать двигатель, это самое интересное И это вторая попытка снять видео о ремонте ДВС Первая была на моем мотоцикле, но я запорол кучу кадров, у меня не получился монтаж Поэтому я сейчас позвал Дмитка из Furia Project Расскажу небольшую предысторию На моем мотоцикле было 176 часов, что больше, чем позволяет регламент Работы были проведены, я покажу свой поршень меченый И все вам про свой мотор тоже подрасскажу Но Илья нам сделал подарок У него пробег хоть меньше, чем регламентный Но он поездил немножко без масла, потому что, скорее всего, сальный коленвала прососал И сжег сцепление, и пол мотора Поэтому нам будет намного более интересно Первым делом я вам рекомендую, если вы тоже будете перебирать двигатель Хорошо отмыть подкапотное пространство То есть частично разобрать мотоцикл, снять бак, лишний пластик, и хорошо промыть Вам будет намного более комфортно снимать двигатель, перебирать его Ну и вам, как минимум, не будет сыпаться грязь, и вам будет просто приятно Сейчас мы снимем двигатель, поставим его на станину Как сделать станину, я вам тоже расскажу И разберем Дальше Мойка, дефектовка и сборка Субтитры сделал DimaTorzok Я снимаю еще форсунки, и в данном случае радиатор Радиатор снимаю не для того, чтобы снять двигатель, а для того, чтобы его потом поправить Ну и снимать двигатель нам будет удобнее Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все Смотрите, как просто Важно вам сделать прямую пластину, чтобы двигатель упирался сам в нее Все Вам очень будет удобно работать Вы скажете три раза спасибо Дилерская приблуда тоже есть подобная Она еще позволяет кувыркать двигатель Но сделать ее гораздо сложнее и дольше Я не хотел тратить на это время Сделал я вот это за 15 минут из обрезков железок Двигатель снят Крепеж в отдельной миске для снятия и установки двигателя Мы не путаем его с моторным крепежом и убираем отдельно Для двигателя, для разборки двигателя У меня есть еще одна мисочка Рекомендую немного разных баночек А один вот такой контейнер Тем более, если вы с друзьями в одном гараже И вы разбираете одновременно несколько мотоциклов Вы можете спокойно закрыть эту коробочку и убрать в дальний угол Помните, если вы все открутили, а детали у вас не разъединяются Можно чуть-чуть постучать резиновым или пластиковым молотком Чуть-чуть, аккуратно Если не идет, значит вы что-то все-таки не открутили Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что произошло у Ильи в целом? Скорее всего, сальник коленвала прососал масло в кривошип Субтитры сделал DimaTorzok 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 Который забивается у вас во все подшипники Если вы после этого не ехали особо далеко То, наверное, ничего страшного нету Но для того, чтобы помыть, надо все это разобрать И часть подшипников могло с перегрева помереть Заодно мы сняли копирный вал И обратите внимание У кого плохо включается вторая передача На пробеге больше 100 часов Ой, не вторая передача Нейтральная передача Если плохо ловится При пробеге больше 100 часов Обратите внимание Вот здесь может быть зазубрино Со второй на нейтралку И будет нейтралка очень плохо ловиться Это можно подремонтировать дремелем Стамесочкой, напильничком Подправить это место И все будет хорошо Небольшой для вас лайфхак Нам остается всего лишь все это отмыть Отдефектовать уже по отмытому Дозаказать детали и собирать Ну а на сборке будут самые интересные вопросы и ответы Ну что, все запчасти отмыты Все отдефектовано Выявлено большое количество проблем Но на самом деле они не все Я бы сказал, что сильно критичны Но мы решили даже заменить все подшипники Хоть это и не очень дешево Причем того, что мы покупали оригинал или прокс Но Илья может себе позволить Они все в большом количестве Стружки, нагара внутри подшипника Некоторые даже выбиты ей Так как мотор, напомню, был сгоревший Почему сгоревший? Все масло из картера, коробки Пересосало в кривошипную камеру Через сальник коленвала И Илья эндурил, сжег сцепление Соответственно, везде была стружка Везде была фрикционная пыль, копоть И очень сложно отмывалось Поэтому я решил менять все Один из серьезных дефектов Точнее, я бы не сказал, что он серьезный Но он очень хорошо отражает Всю проблему, которая была в двигателе Вот эта втулка сцепления Как она сейчас выглядит И как она должна выглядеть Корзина сцепления Помните, у меня был в инстаграм Пост с черной корзиной Вот это не черненная корзина Это сгоревшая Вот так должна выглядеть корзина Причем эта корзина тоже бушная Сводного мотика нашего И тут все отлично Вот эта сгоревшая, перегоревшая корзина Мы все-таки решили ее поменять Ну что, соответственно Мы меняем сейчас все подшипники Я покажу, как это делается Это все просто Нам надо разогреть картер до 100 градусов Так прописано в мануале Опускаем подшипники Чуть их пробиваем алюминиевыми оправками И начнется уже сама сборка Но все это будет в следующем видео Честно говоря, уходить Не оставляя преемника Как-то неправильно Поэтому я решил Что должен быть человек Который меня заменит Потому что, ну, в одного Тянуть эту лямку Миронову будет сложновато У нас есть две кандидатуры И вы должны выбрать Кто из них Достоин занять мое место Вместе с Мироновым Кандидат номер один Это Оля Смешливая Вы можете ее помнить По нескольким видео Мы подбирали ей экипировку Учили ее ездить Она ездит уже два года Она профессиональная спортсменка И, можно сказать, профессиональный блогер Больше 170 тысяч подписчиков Это кандидат номер один Кандидат номер два Это человек, который ездит Гораздо дольше на мотоцикле И гораздо лучше Но ездит на асфальте Это Даша Харченко Профессиональный стандрайдер Которая уже несколько раз Пробовала ездить вне дорог На мотореальном мотоцикле 150 тысяч подписчиков Но, в общем, только вы можете решить Кто будет вместе с Мироном Вместе с меня Оля Или Даша Пишите в комментариях Но, если вы хотите, чтобы И Оля, и Даша Были вместе В этом гараже Вместе с Мироном И собирали мотор То так и напишите Но имейте в виду Что в этом случае Это будет самая эпичная сборка мотора Пока Субтитры сделал DimaTorzok